Всем привет! В сегодняшнем видео мы приехали в небольшой город Жерженёв и пройдём, сделаем вам видео с этого города. Кому будет интересно видео, поддержите видео лайком за мою работу. Всем приятного просмотра! Идём, посмотрим этот город. Погнали! Так, начинаем это видео с костёла, друзья. Вот перед нами такой костёл. Смотрите, какой колорит костёла. Идём посмотрим, да, что это за костёл. Мы с Виктором приехали. Подписывайтесь на канал Виктора, кто ещё не подписан. Павел у нас знанный блогер. Познание. Мне ненужная реклама. Уже 13 тысяч скоро будет. 13 тысяч уже скоро будет. Так что, сейчас посмотрим. Так, что это? Костёл. Жундек муши, чвенты, стыголь. Ну, так, читаем дальше. Парафия под вызванием Марии, матки Костёва. Ну, костёл красивый. Не, костёл хороший такой. Вот. Ещё есть обозначение. Не Пакулана, но Аксо Костёва. Ну, и Че Гананы. Таблица такая. А кто шикарный? Не, шикарный, конечно, ничего не скажешь. Ребята, вот мы все увидели с левой стороны, а с левой. Ребята, вот мы все увидели с параллельной какой-то с левой. Там также есть информация. Пойдёмте почитаем. Какая-то башня, вот, вижу. Фонарик исключили на улице уже. Включили. Освещение, да. Обстановка здесь, конечно, приятная такая. Обратите внимание, ещё с левой стороны у нас идёт карта, нарисованная на доме, да? Это карта города, да? Карта города. Да, посмотрите. Центрально, график идёт сверху, как аж чего какой-то? Чуть-чуть линия, наверное. Это как аэрография такая, вот графики на стене. И это самое, здесь карта города полностью разрисована на доме. Классно. А здесь вот с левой стороны за мной помник есть. Яну Павлу. Смотрите. Рядом с Косёлом. Идём дальше, прогуляемся этим городом. Население здесь, друзья, 35 человек. Джорджинёв. Город называется. Расположен он в Нижнешлендском воеводстве. Здесь вот рядом с костёлом вот такая таблица. Смотрите. И идём, прогуляемся, друзья, городом. Я так понял, мы находимся сейчас в центре города. И сейчас пройдём, посмотрим старуку. Городок небольшой, друзья, но обратил внимание на то, что здесь, в этом городе, есть вот такие вот самокаты, друзья. Тигер. Я когда-то видео с такого самоката снимал. Тормоза. Заднее. Переднее. Ну, это мощный такой самокат. Подставка под телефон. Классный. Я думаю, если я бы себе такой купил, видео снимать, кататься по польским сёлам, вообще шикарно. Было бы. Здесь вот, друзья, фонтан. Ну, он сейчас не функционирует, а вообще в летнее время он функционирует, работает. Обратил ещё внимание на то, что, друзья, в этом городке вот дома вот такие вот, каменицы старые. Посмотрите, какие старые домики. Вот это вот стена, та, что мы говорили вам. Что это за стена? Сейчас мы подойдём, посмотрим. Здесь есть таблица. Вот такая вот здесь написано, что это здесь обозначает. Смотрите. Это что-то здесь, заброшка какая-то. Мы идём дальше, друзья. Посмотрим, что это за стена. Приехали мы уже вечером сюда, доехали наконец-то до этого Джержинёва. Уже немного темнеет, но думаю, пройдусь ещё, успею для вас ролик записать с этого городка. Вот ещё обратил внимание, то, что вот такие вот пачкоматы на каждом шагу. Орлин пачка, а вообще наибольшее количество есть, так это этих самых ДХЛ и Олегра Смарт. Много есть пачкоматов, кстати, вот пачкомат, говорил за пачкоматы ДХЛ. Вот пачкомат ДХЛ, вот он. Так, идём дальше, друзья. Посмотрим, вот эта стена. Смотрите. Это, скорее всего, здесь была какая-то крепость. Я не знаю, что здесь было. Я думаю, кто знает, напишет в комментарии мне. Вот. Может, кто-то был в этом Джержинёве. Смотрите, что это за стена такая осталась. Вот она. Я думаю, может, пройтись бы туда, зайти в середину этой стены. Вот. Точнее, не в середину стены, а туда, что на та самая. Что за этой стеной? А идём, пройдём дальше. Там посмотрим, вход может есть. А вот мы тоже ходим и его ищем. Хотим найти. Ну. Интересно, что за этой стеной есть. Вот мы тоже его просто выдавали. Да. И, кстати, в ремке она длинная, да? Так и вот, я вот думаю, за этой стеной, наверное, крепость какая-то или что-то. Хочется посмотреть. Интересно, интересно, конечно. Сейчас. А ты заглядишь сюда. Блин, не выцарапаюсь на ту стену. Не выцарапаюсь. Джерджинёв. Джерджинёв, да. Джерджинёв. А там ещё костёл есть, ещё один, да? Что, ратушь? Ратушь, а там, значит, старувочка должна быть, по идее. А здесь, смотрю, вот вход. Мы сейчас пройдём, посмотрим. Есть, да? Да, вот он. Вот он. На что-то не надо это поделать? Знаете, как это старый дом? Старый дом вообще, каменица, блин, какая старая. А он, кстати, такой углубой, красивый, маленький. Штукатурка подала уже, пооблущивалась. Что называется улица Пенкна? Пенкна. Вот, смотрите. Так и есть. Она называлась. Шо-то такое? И так и есть. Ай. Это дети. Детки. Но город такой тоже. Чистенький, ухоженный. Чистенький, ухоженный. Смотрю, есть даже здания заброшенные. Вот, видишь, перед нами, вот, каменица. Нет, она не заброшенная, там живутся, там у рулета есть. Нет, а верхняя, смотри, верхний этаж, окна вроде позабитые какие-то. Ну, пройдёмся, потом погуляемся. Ну, идём, да, пройдём. Сейчас посмотрим, что здесь. Здесь паркинг для машин. А вот, смотри, таблица, здесь что-то написано. Что здесь? И... 990 и 990. 990 и 10990. Да. Печеночном. Прочнице. Бланчонер. Что-то с войной связано. И вот, смотрите, друзья. Мы заходим сюда. Зашли сейчас на территорию. И здесь вот руины, смотрите. Вот видно линии обороны. Одна. Вторая вот линия обороны. Смотрите. Стена какая, крепость. Огромная, смотрите. Друзья. Это всё линии обороны. Ну, капец. И здесь, наверное, должен замок быть какой-то. А где же он? Здесь вот видно сцена. Смотрите. Скамейки. И здесь вот история. Вот она. Расписано всё. Кому будет интересно, я думаю, прочитаете. Так. Идём, пройдёмся дальше. Прогуляемся. Поднимемся по ступенькам, друзья. Джержиньо город. Городок. Точнее, друзья. Поскольку здесь население 35 тысяч человек. И смотрите, друзья. Здесь вот такая вот аллейка. За этой стеной. А самое интересное то, что здесь, друзья, вид на горы. Просто шикарно. Сейчас, смотрите. Сейчас я вам пройдусь немного и покажу. Какое сочетание, друзья, облака и горы. Смотрите. Просто эта камера этого колорита не передаст. Просто шикарно. Вот этот вид на горы с этого города. Я думаю, друзья, это видео, моя работа заслуживает лайка. И комментария. И здесь тоже, вот в этом же Женёве, обратил внимание на то, что здесь нету домов многоэтажных. Этот город расположен недалеко из германской границы. Здесь особо и до Чехии недалеко ехать. Близко. Как до чешской границы, так и до германской, друзья. Смотрите, какие дома старые. Вот мне нравится, блин, снимать, показывать вам эти старые домики. Смотрите. Каменицы называются они, такие старые дома. В Польше они называются Каменицы, друзья. Это Каменицы. Перед нами вот кольцо. Вот такое вот. В этом городе. Так, идём, пройдёмся, друзья, этой аллейкой. Поднимемся вверх туда, по этой аллейке. Посмотрим, что там. Обратил внимание ещё, что здесь чистенько, аккуратненько, друзья. Мусор, сами видите. Нигде не валяется, ничего. Листья убраны. Кто-то же это убирает всё. Наверное, я думаю, скорее всего, коммунальные службы здесь убирают. Занимаются уборкой. Хотя вот здесь немножко листья есть, лежат вот. Вот они, пушки. Ну, пушки, в принципе, они везде есть, пушки. От пива, бутылки. Так, друзья. Идём посмотрим. Вот здесь башня есть такая вот. А что же это за башня? Там есть таблицка. Таблица. И мы сейчас посмотрим, друзья, что оно там такое вообще. Что это за башня такая? Идём, идём, посмотрим, друзья. А вы подержите пока место лайкосиком видосик. Подписывайтесь на каналчик, кто ещё не подписался. Вот. Спасибо вам, друзья, что поддерживаете моим каналом. Спонсорам огромная благодарность. Идём, да. Вот ещё что-то. Таблица какая-то. Вау-светки, так. Я думаю... Вежа-Чичнень. То, что мы только что и показывали. Вежа-Чичнень, то есть для воды. Так, так, вот она. А я-то думаю, что это за башня такая? Это водонапорная башня, друзья. Вот такая вот. Вот она. Водонапорная башня. Огромная, конечно. Сбёрник. Это сбёрник. Видите, за этой стеной вот такая вот аллея, парк. Вот такой вот красивый расположен. Классно, конечно. Красота какая. Аж приятно смотреть на это всё. Шикарно просто, друзья. Так, а мы сейчас направляемся в центр. Пройдём, посмотрим в центр, друзья. Здесь вот снял, показал. И сейчас пойдём в центр. Пройдём. До ратуши. Вот она. Отсюда видно, вот ратуша виднеется. Сразу понимаю, что это ратуша. По таким обозначениям, как мне писали в комментарии мои подписчики. То, что в костёле, сверху, на куполе, есть хрест. Вот. А в ратуши нету хреста. Вот так я и отличаю, что то ратуш. Идём сейчас посмотрим ратуш, друзья. Было бы интереснее здесь быть на своём помощнике на велосипеде, либо же самокатик взять. Но уже темно, друзья. Не хочу брать самокат. Пройдусь, покажу вам так. Этот город. А колорит Германии чувствуется, друзья. Это здесь, этот город недалеко с Германией расположен. Вот. И постройки домов чем-то похожие, как в Германии. Немного есть похожее что-то. Так. Нам нужно повернуть сейчас направо. Пройтись до старого рынка. Друзья, мы сейчас пройдём до старого рынка, друзья. Вот это я за это говорил. Помещение, друзья. Что оно, скорее всего, нежилое. Вот оно. Как вы думаете, здесь живут люди или нет? Я думаю, скорее всего, что здесь никто не живёт. Что-то. Ну, по крайней мере, на первом, на втором этажу, думаю, живут люди. А вот на третьем этажу уже, то я думаю, там никто не живёт. Там видно окна забитые уже. Такое все. Каменицы какие старые. И направляемся, друзья, мы к Старуке. К старому рынку. Вот даже есть квартира. Сдаётся до вынаменития. Под съём. Квартирка. Вроде казалось бы, да, выходной день. А людей нету вообще никого здесь. Костёл. Арбузы остались. Хэллоуин был вчера. Ребят, кому нужен арбуз? Арбуз. Арбузы, кстати. Огромный, да. Я помню, мы такие арбузы огромные. Арбузы. Вот. Выращивали дома. На огороде. Под это самое. Кормили животных. Арбузами такими. Видите, уже становится темно. Нужно поспешать немного. Снять вам стендер города. А то уже темно становится. Вот локал. До свидания. Смотрите, друзья. Какая красота. Уключили подсветку ратуши. Сейчас я вам пройду ближе, покажу. Вот, смотрите, какую мозаику сделали. На стене. Классно. Вообще шикарно. Сейчас дам. Подсветку включили. Я немного додал света на этом самом. А то уже темно становится. А как это сделать? Мозаика, смотри. Не, как ты сейчас, как ты говорил, света додал? Свет вот так нажми и вот так. Раз, раз, раз. Ползунок уверен. И это будет камера светить? Будет вид такой? Да, будет добавиться. А что ты раньше не сказал? Я не знаю. Я сам, не, я знал. Просто я добавил вот света сейчас. Вот вижу, картинка темная становится. Ратуша. Смотрите, как красиво освещается. Вообще шикарно. Старый рынок, друзья. Много автомобилей запаркованных. Здесь вот пахнет чем-то алкоголем. Магазин со спиртным. И здесь вот обратите внимание, друзья, то, как я всегда говорю, где налоги налогоплательщиков? Вот они, друзья. Вот они, налоги. Деньги тех, кто сплачивает налоги. Налогоплательщиков. Вот они, друзья. Всё, вот реконструкция производится. Новую костку укладают. Всё делается. Вот, смотрите. Это для людей всё. Вот здесь. Для людей. Смотрите. Я не буду далеко идти. Вот здесь, наверное, нельзя ходить. Но было открыто. Я зашёл. Показать вам. Здесь вот в самом центре города старые вот такие каменицы по кругу. Виктор, я говорю, я говорю это самое. Снял, показал, где деньги налогоплательщиков. Реконструкцию производят. Реклама, это самое, костку. Новую, да. Не хотят, чтобы история погибала, умирала. Да. Вот ужон место, пожалуйста. Вот он, ужон место. Итак, сделали красивую такую подсветку здесь. Посмотрите, друзья. Чтобы это как-то смотрелось хорошо. Колорит в этот вписывалось. Вообще шикарно. Ну, спокойный такой городок, друзья. Тихий, спокойный. Атмосфера такая, спокойная здесь. А здесь старые дома. Старая такая, колорит. Так вот, я общался с подписчиком своим. Оказывается, я того и не знал, что вот, например, в квартире поменять окно, и ты должен поставить окно такое, как там было. Ну, то есть, это не везде, но есть вообще. Историю сохранить. Архитектуру. А вот видно уже, видишь, вот эти дома из пластиковых, это видно, что уже новый дом. Ну, то есть, по-современному видно, что ему немного. А вот уже посмотреть на эти дома, это уже история. А дальше вот мы пройдем вообще. Ну, там история просто, ну. История на историй. Вообще красиво. К костюлу пройдем, пока мисс еще не это самое, не стемнело. Пойдемте, консервы, чтобы снять. Ну, ратуша красиво подсвечивает. Вообще красиво, да. А я и никогда не видел, чтобы ратуша так где-то подсвечалась. Это первая ратуша, которую я тоже встречаю, что она вот так вот светит. Идем к костюлу еще, да? Да, пойдем. Пойдем. Фонарики. А я видео снимал, вел стрим, короче, показывал это самое. Фонарики. В степу, в проселочной дороге даже фонарики есть, прикинь. А вот вообще рядом с ратушой, какой колорит дом они. Окна маленькие, такие маханькие, старинные. Это даже редко и встретишь, где такие, те самые, окна маленькие. Видно, это вообще старые такие. А вот у нас с вами слева еще одна ратушь. И мы направляемся с вами туда. А я говорю костел, а то ратушь. Ратушь. Христа нету. Костел это один, я так понимаю. Один, это один, да. Вот это костел. Мы там только что были, а теперь пройдемте к этой ратуши. Мне начинает нравиться гулять по этому самому вечернему городу. А что вы, по-моему, днем, днем, да? Ну. Вот и покажем вечерние горы. А вечером тоже классно. Твою атмосферу, скажите. Вообще, да. Да, Виктор. Ратушь меня удивила под ветром, вот и строением твоей. Необычно. Жабки всегда как спасают выходные. Жабки всегда. И в выходные, и на Новый год постоянно они работают. Там тоже улички красивые. Давайте кратушь пойдем на Урадушь, а потом пройдемся по этим уличкам. Идем, да, пройдем, конечно. А вот фонари загорелись, здесь не было. Яркости немного добавляю, уже так становится темно-темно-темно. А там впереди горы, я показывал. Горы, да. Там граница чесная. За горами уже. Фонари как красиво светятся. Выходной день, а людей вообще нет. Я вернусь, что тут посетил номерально. Понятно, что здесь нет. Вот еще одна ратушь перед нами, друзья. Ой. Блин, надо же... Нужно аккуратней. Огромная, да. Это, конечно, ратушь уже не так, как на картинке смотреть. Уже темно становится, друзья. Вот вроде яркость добавил на камере. А плохая картинка. Так что, друзья, буду я закругляться, наверное, с этим видео. Поскольку уже темно становится очень сильно. И вообще оно не видно. Что, друзья, всем спасибо за просмотр моих видео. Спасибо, что поддерживаете мой канал лайком. Пишите комментарии. Вот. Огромная благодарность от меня, спонсорам моего канала. Кто еще не участвует в спонсорстве моего канала, можете это сделать. У кого есть возможность. И мой поклонник моих видео, моего контента. Всем спасибо, друзья, за просмотр. Всем пока, друзья. Лайк с вас. Всем пока. Всем мирного неба над головой. Субтитры сделал DimaTorzok